Концепция диктатуры доллара и во многом всех сегодняшних геополитических проблем начала складываться сразу после Первой мировой войны. Ведущие европейские экономики вынуждены были отказаться от золотого стандарта, ну то есть до этих пор их национальные валюты один в один были обеспечены соответствующим запасом золота. Но во время войны всем потребовалось гораздо больше наличных, больше денег, больше оружия. Пока валюты европейских стран слабели и обесценивались, доллар на их фоне неожиданно начал набирать силу. Американский банкир Томас Ламонт заявил, что Америке необходимо как можно больше помогать европейским союзникам, так как это нивелирует неприятный внешний долг перед Францией и Англией. И это была великая идея, потому что к исходу военных действий в Европе США не только погасили 5 миллиардов долга, но и выдали кредиты другим странам на 10 миллиардов 85 миллионов долларов.